У Владислава Филиппова особенный день. До присяги остаются считанные часы. Несмотря на праздничное настроение, все идет по расписанию. Наведение порядка, завтрак, изучение теории. До призыва парень учился в московском ВУЗе. От срочка действовала до 2021. Рядовой Филиппов признается, за месяц в армии узнал много нового. Наш курс молодого бойца прошел очень насыщенно. Нас обучали тактическим занятием. Были занятия по огневой подготовке, ездили пару раз на стрельбище. Коллектив прекрасный, все ребята отзывчивые. Держимся вместе, что-то нужно, все обязательно помогаем. Весь коллектив как одно целое. Самый долгожданный момент для новобранцев – встреча с близкими. К солдату приехали мама, сестры и подруга. Первым делом заглянули в казарму. Здесь краткий экскурс и обмен новостями. Он стал взрослее. Уже проскакивает такая уверенность, уверенность в себе. В принципе, я всегда была в нем уверена. Сейчас мне уже и спокойно, потому что я познакомилась с командирами, с командиром части, со всем составом. И то, что меня волновало, они ответили на все вопросы, меня это удовлетворило. Присяга – по-настоящему священный ритуал. На плацу 83-го инженерно-аэродромного полка свыше 70 новобранцев из Могилевской и Минской областей. Молодые люди клянутся быть преданными своему народу, достойны исполнять воинский долг и самоотверженно защищать независимость Беларуси. Все мы видим, что не совсем просто и у наших западных границ творится. Нету объяснения многим причинам, почему так ведут себя западные наши соседи. Обороноспособность страны, она в первую очередь зависит от тех людей, которые служат в наших вооруженных силах. И готовы, как мы сегодня слышали, отдать все силы для защиты своей страны, если понадобится даже и жизнь. Клятву на верность Родине в этот день произнесли свыше 6800 белорусов. После присяги у солдат первое увольнение. Время пообщаться с родными. Дальше уже военные будни, где вчерашним мальчишкам придется выполнять возложенные на них задачи. Армию ждет целый комплекс мероприятий боевой подготовки. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.